177-й отряд Дорогой Сакен, от себя лично, я думаю, ребята поддержат, которые будут говорить о тебе. С днём рождения! Я тебя люблю, уважаю, ценю. Ты в моих глазах большой человек. Спасибо тебе. Это, наверное, забыло давно, когда ты был слишком молод. И молодым пошёл в Афганистан начальником разведки. Ты уже в Афганистане, когда мы шли туда, в Афганистан отмечал свой день рождения. И мне пришлось немножко там покрутиться, чтобы тебя меньше дёргать. Что можно сказать 60 лет? Жизнь прожита. Жизнь прожита. Дети выросли, внуки. Поэтому им только всем тебе, гули, молодец, который тебя дождал и всю жизнь с тобою. Ей здоровье. Детям здоровье, внукам и тебе благополучие. Мы гордимся тобой, что ты, воспитанник 177-го отряда, стал министром обороны. Я хочу сказать, когда у нас разговоры идут, афганцы отрядные собираются, говорят, о, Жизаков, начальник разведки, что он там всё на войну не ходил, а ты из войны не выходил. Я всем рты закрывал. Какую ты информацию давал, это нелегко было. Молодые годы там клеить себе бороду, одевать шалму и уходить в город, следить за агентами этих наших представителей. Он собирал информацию. А это почему мы пришли? Я скажу один маленький эпизод, обязательно нужно будет его включить как-то всё. Когда я открыл пакет 2 ноября, там был пакет министра обороны, начальника генерального штаба маршала Хромеева. С 7 минуты вы приступаете к должности начальника гарнизона. Я собрал офицеров, собрал всех советников, начальник штаба засчитал. Хотя советники были все, полковники. А я майор. Ещё сильно в боях неиспечённый, не зная той обстановки. Ты у меня старший лейтенант, который ещё не владел всей этой обстановкой. И однако благодаря тебя мы советский аппарат, полковников, всех посадили на место. Когда ты переодевался в чалму, бороду клеил, уходил в город и фотографировал этих агентов, потому что я дал команду, когда со всех этих ваших агентов совпадутся данные, тогда, может быть, надо думать, проводить операцию или нет. Если они одинаковые, тем более. И что вы думаете? Душманы-то ведь тоже не дураки. Одного пустили, это по кругу ходят. Хаддаш информацию, партийному советнику информацию, Сарандо информацию, один и тот же. И в ГРУ информацию. Один и тот же человек с разрывом времени. И все приходят, говорят, всё, информация подтверждается. А я им тогда говорю, покажите мне, пожалуйста, своего агента. И вот они тогда мне сказали, майор, ты же спецназовец, какой ты спецназовец? Кто из своих же агентов показывает? Спасибо, молодцы. И я им фотографии выдал. Найте ваших агентов. Он уехал. Отпал от через... И вот с того момента я стал настоящий начальник гарнизона. Благодаря тебя, Шакен Абибулавич, благодаря тебя. Благодаря твоей работе мы принимали всё. Брали воочину, где воевать. Ты ли там занимался и варил патроны, продавали душманам. В автомат забивали тротины душманам продать, чем больше. Ну, у тебя очень большая и тяжёлая была работа. И ты вырос. Ты не потерялся. Ты закончил академию одну. Закончил академию другую. Министром обороны стал. Учи людей тому, что сам прошёл. Чтоб потом не кусал локти, что где-то не доглядел. Я почему? Да, я не досыпал, хотя мне было 33 года. Я не досыпал. Два года много. День и ночь, ты сам знаешь, я в курсе дела был, глаза открыты и работал. Как сейчас ты. Тебе тоже не дают отдыхать, министр обороны. У тебя сотни телефонов в кабинете. До тебя дозвониться я не могу. Ты не звонишь мне. Ну, ладно, я сначала обиделся, а теперь уже я понял. Мне тоже 70 лет скоро уже будет. Вот как годы бегут. Поэтому я бы хотел вот так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.